привет друзья сегодня я хочу показать три прибора китайских по разной ценовой категории первый из них это вот такой вот девайсик который вот так вот и пришел стоит в районе что-то 2 долларов в которой нужно установить будет две батареечки типа 3 а пришел он вот с такой инструкции полностью на английском языке ну и напомню он стоит порядка двух долларов так ну это в прошлом обзоре мы рассматривали данный прибор от и 6000 и тоже был недавно обзор на данный прибор который стоит чуть дороже данного прибора что-то в районе около четырех или пяти долларов четырех даже до 4 долларов вот этот в районе 7 долларов давайте мы сейчас проведем тест именно каждого прибора на их погрешность а там будете решать сами стоит ли вам их покупать или нет что еще хотел бы добавить именно данный прибор вот этот я уже сверял с показаниями те что находятся в органах гаи и он в принципе справился ну можно сказать на 90 процентов показания верны ну а давайте мы просто сейчас каждый прибор отдельно проверим и посмотрим что они нам покажут и какие будут погрешности у бум будем отталкиваться это это этого прибора так как как идеального ну и так давайте мы наверное начнем с вот этого девайса называется он у нас сейчас мы найдем как у нас называется просто тестер и джитал дисплей алкоголик алкоголь тестер ну и как обычно выпью сейчас 100 грамм пива ну плюс-минус сделаем замер сперва на этом приборе потом на этом приборе так пивом и выпилим включаем первый прибор звуковой сигнал идет прогрев вот я уже видите я уже раздыхнул появилась какое-то пятнышко влаги так прогрев прошел я дышу 0 4 промилле как видите опять все запотело но это может не так уж и страшно за два доллара но если вам надо чтобы она все время была под рукой так берем и батарейки берем второй прибор так включаем второй прибор пошел прогрев 10 секунд дышим так что он нам покажет этот показал нам 0 2 промилле ну и давайте который более точный вставляем батареечки включаем пошел прогрев вот так вот он выглядит без света даже забивает и так прогрелась 0 49 и вот так значит что у нас сейчас мы выключим он уже сам отключился и так что у нас получается значит первый прибор у нас показал 0 4 который стоит 2 доллара второй прибор который стоит 7 долларов показал нам 0 49 то есть вот второй прибор нам показал 0 2 0 2 промилле хотя можно тест попробовать повторить у него в принципе разница была небольшая я пробовал уже тест проводил была разница небольшая но почему-то он показал меньше то ли меньше я дышал значит что нужно в первую очередь делать замер все время производить не не один раз а делать это два три раза и желательно менять мы штук каждый раз при каждом в дыхании в данный прибор то ли в этот то ли вы этот этот у нас как видите он без мунд штуков вот нужно проводить два три теста и выводить среднее показание ну что я хочу сказать по вот этому прибору погрешность самая маленькая более погрешность на этом приборе а данный прибор еще относится хотя он в этот раз нам показал вроде бы как и более менее правдивые показания решать вам спасибо за просмотр всем пока пока ссылки на приборы будут под видео ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока